И поворотик, поворотик, поворачивай, 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 поворачивай. Всем привет, Стас канал СТК. Сегодня день на пикапе. Вот так вот. Всем привет, Стас канал СТК. Сегодня весь день на пикапе. Хочу поделиться быстренько за пару минут моими ощущениями после вот несколько месяцев периодичной езды на этом автомобиле. Не часто я на нем езжу, но бывает. Сегодня весь день. Первое, что хочу сказать, я ненавижу этот выхлоп. Он реально везде, все время, от 1200 оборотов. Он первый час весил, а потом мне уже реально, у меня уже голова вот такая, короче. Второе. Если у вас пикап не для работы, полная хрень ваши пикапы, друзья мои. Все, кто мечтает о пикапе, подумайте, как вы будете на нем ездить, парковаться и так далее. Потому что я не понимаю, зачем он нужен. Вот так просто ездить. Я сегодня вот езжу, но я сегодня постоянно вожу что-то сзади. Он медленный, он валкий. Медленный поворот. Окей, на прямике он дает жару. Спорить не буду. Но потом-то его тормозить надо. Конечно, тормозит он. Не скажу, что прям плохо. Да, но вы понимаете, что он реально кучу весит и вам надо тормозить заранее. Поэтому, конечно, вы нажимаете газ, он делает так. Вот. Быстро скажу, меня спрашивали, почему нет самоблока. Версия FXR отличается от FX4 и FX4 тем, что как раз самоблоком. Здесь, в FXR, самая главная фича, это вот кнопочка слева, которая имеет три режима. Зеленый, белый, красный. То есть три режима настройки двигателя. Да, самый экологичный, нормальный и красный. Все подумали, гоночный, и он просто красный. Потому что гонки из этой почти трехтонного автомобиля не получится. Вот. Так что так, вожу груз. Опять же, груз. Я вожу трехметровые трубы сегодня. Они у меня на метр торчат. Ну, вот тебе и кузов как бы. Они у меня могли также торчать и с какого-нибудь SUV равного. Весь мой инструмент там по заду катается. Я когда подхожу к нему, у меня и пару сумок с инструментом. Они уехали туда вперед. И чтобы их достать, пришлось лезть на карачках туда в этот кузов. И последнее, что реально меня раздражает в пикапах. Ну, это у всех пикапов, да. Это то, что когда вы подходите сзади кузову, вы открываете. И вот этот борт, когда он опускается. Он вас отодвигает от ваших вещей. Вот на эти, не знаю, 30 сантиметров или сколько-то. Да, полметра. То есть вы открываете борт и становитесь на полметра дальше от ваших вещей, которые и так уехали туда вперед. Поэтому, по-моему, у нового кого-то, у Dodge Ramano, по-моему, борт, который открывается и вбок, и вниз. Вот это шикарная идея. Вот это очень круто. Не уверен, честно, у кого. Я видел на автошоу, но уже, честно сказать, не помню. Пожалуй, все. Машина большая. Парковаться, конечно, неудобно. Конечно, я далеко высоко сижу. Я чувствую себя, как на слоне. Мелкие зверушки там где-то подо мной шебуршат. И иногда расступаются. А иногда их надо пугнуть, просто попытавшись совершить маневр. Тогда они разбегаются. Поворачивать на этой машине мне не нравится, потому что она валится. Руль пустой. В нулевой зоне абсолютно ничего не происходит. Так что вот. Есть выхлоп, есть разгон по прямике. Есть даже какое-то неплохое торможение. И все. Никакой активной езды. А активная езда включается не только разгон, торможение. Это еще и повороты, перестроение. Какие-то ощущения, эмоции на руле. Всего этого здесь нет. То есть вы покупаете автобус, у которого еще и сзади кузов. Причем, честно, для себя я бы брал вот тот второй пикап, который у нас есть в компании. Точно такой же, но у него борт длиннее. По-моему, у этого, кстати, 5-6. Короче, есть такой же пикап, но с длинным бортом. Чуть-чуть длиннее он. И в него влезает все гораздо лучше. По-моему, кстати, это 5-футовый борт. А есть... Простите, а есть 6-футовый борт. Потому что вот лестницы у нас здесь, они все 6-футовые. Ее приходится класть поперек. Когда положили лестницу поперек, все остальное там, наваливается. Короче, очень неудобно. Сразу вам скажу. Я вот когда жил в другом городе, я ездил на пикапе предыдущего поколения, кстати. И если у вас есть выбор между... Вот на стыке поколений вы берете, да? Доплатите чуть-чуть вот за это поколение, чем за те, что были в 2010-х, там, 12-х годах. Потому что те, конечно, гораздо хуже по управляемости. Они совсем жутко мягкие. Они внутри вообще прям... Прям фермерская, не знаю даже для кого, для кур. Прям избушка. Это все-таки внутри. Вот я сейчас сижу. Очень приятно, очень удобно, очень классно. И вот в этом пикапе приятно, конечно, долго проводить время. В отличие от того. Знаете, за что я люблю свою работу иногда? Я приезжаю в разные места. И вот я сейчас просто здесь делаю какие-то вещи. И смотрите, что я нашел. Та-да! Ford Mustang Boss 351. Это поколение годов 70... Начало 70-х. Точно сказать не могу. Я думаю, что вот 71-й, 72-й. Вы посмотрите на эту красоту. Он здесь стоит явно давно. Но он восхитительный, друзья мои. Действительно, действительно нечасто я вижу такие вещи. Смотрите. Заливная горловина топливная сзади. Крылышко. Конечно, состояние у него не очень. Но, блин, вот ему нужно немножко любви. И он будет просто восхитительно выглядеть. Внутри, конечно, не видно. Могу я его открыть? Нет, машина заперта. Я пытался только что вломиться в чужой автомобиль. Но посмотрите, да? Что он здесь делает? Почему он здесь стоит? Я, честно сказать, не знаю. Но он действительно хорошо выглядит. Так что вот так абсолютно, абсолютно просто шел, увидел. И вот тут я работаю на автомобильной какой-то парковке. И смотрите, здесь еще что стоит. Вот такой вот Civic, наверное, это. Со снятым рулем с быстросъемом. Да? Пойду-ка я быстрее отсюда, пока меня не засекли. Вот. И еще, на самом деле, один автомобиль я увидел здесь. Это Mustang Fox Body. Да? То есть, Fox Body. Черненький. Вон там стоит, 5-литровый. Тот же 302. Тот же 302, что был у меня. Сейчас я на него зазумлю. Там просто люди. Я не хочу туда подходить. Видите? Это Fox Body Mustang. Но этот на ходу. Я его видел здесь пару раз с ездящим. Вот. Сегодня, как вы видите, я работаю на пикапе. Попробую, может, снять пару слов о том, вообще, что я о нем думаю. Ну, вот, надо сегодня мне вот трубы привезти, поэтому взял пикап. Вот. Ну, вот такие вот маленькие приятности встречаются на моей работе. Поехали работать. 36 Antares Drive, Ottawa. I didn't get that. Save the address, like 1234, South... 36 Antares Drive, Ottawa. I was unable to find that exact address. Please save the line number of the selection that most... None of us. Please save the street address. Аааа! Ну, короче, блин, абсолютно, абсолютно невозможно пользоваться данной системой голосового набора. Поеду по гуглю, потому что, ну, ну, либо тыкать надо пальцами. Все, пожалуй, сказал. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на канал, если вы еще не здесь. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok